Для того, чтобы закончить написание градиентного спуска, нам не хватает одного элемента. Это обновление TensorX. Оно происходит вот в этой строчке. Тут есть некоторая тонкость. Мы взяли градиент, который у нас хранится в TensorX, домножили его на градиентный шаг и хотим обновить TensorX. Почему я тут написал x.data, а не просто x? Дело в том, что если вы хотите обновить Tensor, у которого можно вычислить градиент, то не очень понятно, как это использовать в последующих вычислениях. То есть, как должна повести себя функция от этого обновленного Tensor. Должна ли она включить это вычисление своего градиента или это некоторая предобработка TensorX. Соответственно, PyTorch не разрешает такую операцию, но мы можем это обойти. Мы можем обновить не Tensor, по которому можно вычислить градиент, а сами данные, которые лежат в этом тензоре, то есть, это будет точно такой же тензор, только у него флажочек requiresGrad будет стоять false. И для этого можно взять точку data, это будет тот самый тензор, только с requiresGrad false. И это никак не повлияет на вычисление последующих функций. Второй тонкий момент, то что если мы будем производить эти операции многократно, у нас градиентный спуск – это итеративная операция, в PyTorch для удобства градиенты не обновляются после градиентных шагов. Они все время накапливаются, то есть, суммируются. Если мы сделаем один градиентный шаг, потом сделаем второй градиентный шаг, то у нас результатом x.data будет сумма предыдущего градиента и текущего. И для того, чтобы такое не происходило, нужно обнулять градиент. Здесь мы это сделаем руками. Метод 0 с нижним подчеркиванием нам обнулить весь градиент. Вообще, в PyTorch очень часто используются функции с нижним подчеркиванием на конце. Они значат, что результат этой операции будет произведен на том объекте, к которому применяется этот метод. То есть, это in-place операция. Надо сказать, что тот метод, который мы здесь реализовали, это самая простая модификация градиентного спуска. Если мы хотим что-то более продвинутое, то нам нужно использовать подмодуль PyTorch Optimum. И об этом мы поговорим в следующем шаге. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...